День Победы Вчера вся страна отмечала 70-ю годовщину Победы Великой Отечественной войне. В Химках праздничные мероприятия начались с митинга памяти у обелиска отстоявшим отчизну. После официальных выступлений и минуты молчания кадеты восьмой школы выпустили в небо 70 белых голубей. Завершился митинг возложением цветов к новому монументу химчанам, отдавшим жизнь за родину и к вечному огню. Чуть позже сотни цветов легли к подножию всех химкинских памятников, а в это время у вечного огня уже началось шествие «Бессмертный полк». По предварительным подсчетам в акции, которая, к слову, впервые прошла в округе, приняли участие более трех тысяч человек. Все они несли фотографии своих родственников, тех, кто бился с врагом на полях сражений и ковал победу в тылу. И каждый хотел рассказать о своем герое. Это наш папа, отец. Ему здесь 17 лет. Его призвали в армию, когда ему еще не было полных 18. Он три месяца проходил обучение и стал радистом танка. Решила с портретом своего отца, Казузаева Василия Артамоновича, который сделали в Барнауле, пройти по вашему городу, приветствовать всех ветеранов и помянуть всех наших отцов. «Бессмертный полк» прошел от вечного огня до парка имени Льва Толстого. Там в этот день прошли самые масштабные народные гуляния. Сюрпризом для жителей стали экспозиции школьных музеев под открытым небом. Аллеи зоны отдыха украсили фотографии участников Великой Отечественной и детские рисунки. В парке работало пять площадок. Концерт «День Победы» длился 9 часов. Посетители могли принять участие в спортивных эстафетах, потанцевать под духовой оркестр и подкрепиться солдатской кашей. Хоть мне и трудно было сюда прийти с двумя клюшками, но я очень счастлива, что я сюда пришла. Народные гуляния прошли и в микрорайонах. Раньше всех поздравили ветеранов Сходни. Объединившись в двухтысячную колонну, жители прошли бессмертным полком по улице Чапаева. В Ферсановке, Подрецкове, Левобережном и Клязьме-Сторбеево торжественные мероприятия начались в полдень. Подробности расскажет Надежда Сутягина. В руках Даниила портрет его дедушки. Сегодня они вместе идут в колонне бессмертного полка. Акция на Сходни по всей стране «Бессмертный полк». Мы должны показать, что наши родственники тоже воевали. И это как честь и память. У памятника скорбящей матери прошел митинг-концерт. Пришли даже те, кто привык в День Победы смотреть трансляцию авиационного шоу. Мы специально подбираем это время в связи с тем, что летят самолеты на Парад Победы. И мы заранее во время проведения тренировок выверяем время пролета и делаем свои комментарии. В завершении митинга более двух тысяч человек возложили венки и цветы к памятнику скорбящей матери. Отметили День Победы и в Левобережном. Там проживает 54 участника боевых действий и 300 тружеников тыла. Мы всем им очень благодарны за их подвиг, за их неоценимый вклад, за то, что они рядом, за то, что они помогают нам в нашей работе, за то, что просто живут рядом с нами. На праздновании собралось несколько сотен человек. Почтить память погибших друзей пришли и сами ветераны. Владлена Порошенкова была разведчицей. 9 мая 1945-го она отмечала на Красной площади. Когда мы подошли к Красной площади, это было такое ликование. Это был и смех, и слезы, и аэростаты висели с портретами Сталина. В микрорайоне Клязьма-Старбеева у главной сцены собрались ветераны и жители района. Загреваем птичьи гнезда, поюкаем детей в полночный час. Праздничные гуляния в Подресково на Центральной улице начались в полдень. Когда подбиралась программа, составлялись планы проведения участвования ветеранов микрорайона Подресково. Учитывали то, что многие ветераны, особенно в годовщину, хотели посмотреть парад. К полевой кухне очередь. Бесплатно выдают солдатскую кашу и сладкий чай. Ветеранам такая еда напоминает фронтовые годы. Особенно приятно вспоминать главный день – День Победы. В 11 часов бежит начальник караула, сержант Карпов, с консервной банкой, полной спирта. И мне пей, а я комсотка. Ты что говоришь, сержант? Я же на посту. Пей и не рассуждай. Война конь. В Ферсановке дети микрорайона подготовили для ветеранов особенный подарок. Целый год воспитанники ДК Ферсановка собирали архивные фотографии времен Великой Отечественной войны, чтобы к 9 мая подготовить выставку, посвященную городам-героям. На каких-то из этих фотографий изображены жители Ферсановки. Надежда Сутягина, Елена Васильевская, Андрей Хомченко и Сергей Гвоздев. Служба новостей. А завершились праздничные мероприятия в честь 70-летия Победы с салютом. Ровно в 10 вечера в небе над химками прогремели победные залпы фейерверка. Посмотреть яркое световое шоу пришло 3000 химчан. Лучший вид открывался с пляжа парка имени Льва Толстого. Сердце белое. Прямо неожиданное. Там многое взлетело в конце. Такие прям красивые. Теперь о погоде. В понедельник, по прогнозам синоптиков, сохранится сухая и теплая погода. Днем столбики термометров покажут плюс 18. Переменная облачность и атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер северо-восточный 2 м в секунду. Ночью плюс 11. Пасмурно, но без осадков. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. На этом наш выпуск завершен. Следите за жизнью города вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова